Трудно рассказать в двух словах, чем интересен гостеприимный край с суровой красотой горных храмов, харчевнями старого Тбилиси, цветистыми тостами под Кинзмараули. Сюда приезжают послушать Сулико, полюбоваться лихим исполнением лесгинки и простодушным искусством пиросмани. Сегодня наша с вами очередь. Тбилиси наполнен неповторимым национальным колоритом. Это город с богатой историей и многовековыми традициями. Он многократно подвергался набегам завоевателей и несколько раз был практически разрушен. С XIX века город застраивается по канонам европейского градостроительства, при этом удивительно органично, сочетая в себе европейский классицизм и национальную самобытность. Даже в советские времена здесь строили совершенно нестандартные здания, как, например, это, держащееся всего на трех опорах. В городе много церквей, причем не только старинных. Строительство некоторых закончилось совсем недавно. Сейчас мы находимся на территории комплекса храма Святой Троицы, который является самым большим храмом на Кавказе и по площади самым большим в мире. Этот комплекс построен в XXI веке, закончен он полностью в 2008 году. На территории комплекса находятся четыре храма, один большой центральный, два малых, и один еще подземный, который находится прямо под центральным храмом. В самом комплексе хранится огромное количество древних икон, тысячелетних икон, в том числе и такие иконы, которые являются единственными в своем экземпляре. На христианские праздники территория храма еле вмещает всех желающих. Например, на Пасху, когда приходите на территорию храма, вы сможете увидеть, что даже у входа практически невозможно уже пройти. Практически все население города, окрестности города приходит сюда. В Тбилиси много памятников, причем чаще всего не помпезных, а очень душевных. Например, человеку, зажигающему фонари, или героям фильма «Мимино» от архитектора Зураба Церетели. Из всей троицы больше всего, на наш взгляд, удался образ фрунзиком Кырчана. А в парке неподалеку от моста мира стеклянного 156-метрового чудо современной архитектуры сидит на скамеечке президент США Рональд Рейган. Акула империализма напоминает зажиточного пенсионера, присевшего отдохнуть на пару минут. И это неудивительно, поскольку город располагает к релаксации. Это по-хорошему спокойное и безопасное место. Здесь можно вполне свободно ходить где угодно и в любое время суток. Это добрый, уютный, романтичный, совершенно не агрессивный город. Здесь всегда можно рассчитывать на помощь как полиции, так и простых горожан, поближе познакомиться с которыми не составляет особого труда. Например, на Сухом мосту, местном блошином рынке. Пожалуй, в самом большом, на Кавказе. Здесь можно найти практически все, от старинных икон и кинжалов, до исправно работающих патефонов. Если вы придете сюда в поисках сокровищ, приготовьтесь провести здесь не один час, поскольку местное население очень общительное. И даже если вы не найдете то, чего искали, то время проведете с пользой и интересом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова